Извините, не подскажется, который час? Уже? А мои-то опаздывают. Придется поторопиться. Медиагруппа «Авангард» представляет Нет, медиагруппа не представляет. Да чего тут холодно. Но, тем не менее, сегодня 17 ноября, на часах хок-уклок. И это значит, что мы с вами на одной из ярчайших хакерских конференций этой ледяной осени «Зеронайтс-2016». Репортаж прямо из открытого космоса для вас ведут Тамара Никифорова и команда «БИС-ТВ». И не теряя ни минуты, мы отправляемся внутрь. Ну вот мы и на месте, друзья. Правда, есть один нюанс. БИС-ТВ освещает «Зеронайтс» уже не первый год. И показывать каждый год одно и то же немножко скучновато. А фантазия у нас не резиновая, поэтому в этом году мы решили поступить немножко иначе. Давным-давно мудрейший из мудрейших, то ли Наполеон, то ли Конфуций, то ли Леша Лукацкий, как-то сказал, что нет ничего ценнее, чем общение с людьми. Ну так давайте же быстро пробежимся по конференции, а потом займемся вот этим самым ценным общением с людьми. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот мы и посмотрели почти всю конференцию, но здесь нужно не столько смотреть, сколько слушать и думать. В программе конференции затяжны и затягивающие доклады мастеров международного уровня, быстрые доклады о небольших, но очень интересных открытиях цифрового мира. Амбициозные и, надо сказать, отважные следователи из России и еще восьми стран обоих полушарий проводят мастер-классы, выявляя уязвимости в банковских приложениях, автомобилях и даже мышках и клавиатурах. Важно, что к участию допускаются только результаты исследований реального кода, поэтому жаловаться на нехватку практических докладов здесь бессмысленно. Так что еще забыла. Ах, ну да, конечно, CTF – традиционная народная забава с денежными призами, ну и другие активности и развлечения. Пожалуй, с деловой программой на этом все, поэтому теперь мы пойдем общаться. Ребят, 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 подождите, 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 стойте. Расскажите мне, пожалуйста, как вас угораздило ввязаться во всю эту хакерскую тусовку? Меня вообще мама привела. Мама говорит, иди, сынок, становись хакером. Когда я родился, отец сказал, он будет хакером, мама была против, но в итоге, когда мне было 12 лет, она мне купила компьютер, за руки повела на курсы, и вот я здесь. Слушай, расскажи, пожалуйста, как вообще попало вот в эту хакерскую тусовку? Мама, папа не против? Очень беспокоится по этому поводу, но мы были взрослые и четко отвечаем в свои действия. Это была жуткая история. Я приехал на конференцию, я попал вот на эту стойку в Харжево Вилледж. И тут было так интересно, что я на все два дня засел в конкурсы участвовать. У них был конкурс, тоже был там что-то сломать. И я два дня просто сидел и ломал, и ломал, и ломал. И с тех пор я четвертый год приезжаю и ломаю, и ломаю, и ломаю. Ну, я начал взламывать банки, разные правительственные сайты. В программе участвуешь, выступаешь или нет? Нет, потому что я думаю, что меня могут за это посадить. А ты сам ломаешь что-нибудь там или как? Это уголовно наказуемо, статья 272, 273, только тестировано проникновение. Скажи, пожалуйста, хотел бы ты выступить на Zero Knights, и если да, то с какой темой? Ну, я думаю, пока еще рано, пока таких планов нету. Но я думаю, через годика два-три можно. Пока тема не сформирована, не сформулирована, наверное, нет. Я лучше послушаю умных людей, это всегда полезно. Представляешь, такая история, мы посчитали, что наша аудитория на треть – это девушки. Расскажи, пожалуйста, какая должна быть девушка, чтобы понравиться хакеру? Должна учиться в политехе питерском. Остальные нет. А может быть, еще что-то у нее должно быть? Может быть, какие-то специальные знания? Ну, она, естественно, эти знания все получит в политехе питерском. Нужно не разбираться в компьютерах совсем никак. Сказать, приди, почини мне компьютер, у меня сломался компьютер. Отлично, все записали. Какой нужно быть девушке, чтобы очаровать обаятельного хакера? Она должна уметь разбираться в эксплойтах, уязвимостях. Совершенно не обязательно. Просто умным человеком, с которым интересно поговорить, интересно пообщаться. Ну, то есть душа – это главное. Дашь какой-нибудь практический совет своим коллегам по цеху? Да, конечно, делайте то, что вам нравится. Обязательно занимайтесь практикой. Если вам это нравится, если вы этим и занимаетесь, то у вас это будет получаться. Учиться, учиться, еще раз учиться. Я думаю, что русские хакеры – это некоторые из самых креативных хакеров, которые я знаю. В результате, несколько русских хакеров выяснили, что я делал, и делают исследования, которые я думаю очень интересными в коммунистях. В частности, исследования с основными системами компьютерных и коммуникационных системами. Посмотрим на низкие леции и все, что на top of them. И некоторые русские хакеры, я думаю, самые лучшие в мире, делают эти вещи. Сергей, привет! Давай говорить начистоту. Неоднократно заявлялось, что Zero Nights – это самая хардкорная конференция для исследователей. Расскажи, в чем, собственно, измеряется вот этот хардкор, в каких единицах? Он не измеряет в единицах, он измеряется в том, как мы принимаем доклады. У нас есть даты, когда мы принимаем доклады на конференцию, и когда приходит очень много хороших докладов, а время-то у нас ограниченное, как раз вот этот рейтинг, который может, коэффициент, доклады, которые мы отказываем, это хорошие доклады, и мы выбираем из хороших только самое лучшее. Вот, собственно, как раз этот коэффициент, который ничем не называть, коэффициент крутой, как раз он есть. Есть параллельная часть, то есть это различные конкурсы и соревнования, и просто воркшопы те же самые, то есть можно прийти на доклады, можно чему-нибудь научиться прямо здесь, и это замечательная возможность для посетителей. Что-нибудь поломать прямо здесь, и прямо здесь сотрудники ФСБ вас уже ждут. Отлично. Расскажи, пожалуйста, вот такой еще вопрос. Матриша – это как матрешка многослойная, и сколько слоев в матрише Zero Nights? Zero Nights я был на первом Zero Nights 6 лет назад, и я был как участник. Это была моя первая конференция, такая хакерская конференция, и я был очень удивлен, что люди собираются делиться такими знаниями. Я считал это очень круто. И вот сейчас я уже 4 года подряд как организатор в команде. Что изменилось? Изменился масштаб, изменился уровень подготовки, изменилось то, что к нам подключается очень большое количество людей и сообщество главное. То, что раньше мы там была Девкон Раш, это были местные такие сборы в Питере, встречи, потом это все превратило в Zero Nights, а сейчас как бы столько сообществ уже составляет сам Zero Nights. Докладчиков становится все больше западных докладчиков, и не то, что там западные докладчики – это круто. Просто сам фактор, то, что мы не сконцентрированы только там на России и СНГ, а уже весь мир знает о Zero Nights и вносит в список таких конференций, которые просто нужно обязательно посещению. То есть бросать ты не собираешься это дело? Конечно нет. И на этой приподнятой ноте мы прерываем наш репортаж. И, кстати, для вас снова конкурс. Попробуйте угадать, сколько же все-таки слоев у обаятельного символа конференции. Вас ждет ни много ни мало целый приз от организаторов конференции. Ну а те, кому лень угадывать, могут просто поставить свои лайки. Сегодня для вас работала команда БИС-ТВ и я, Тамара Никифорова. До новых встреч! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!